Всем привет! Меня зовут Наталья и я рада приветствовать вас в своей творческой мастерской Наталка Арт Студия. Сегодня вместе со мной я предлагаю сделать невероятно простую в сборке, вот такую зефирную розочку, которую можно использовать в композициях в шляпных коробках, 3d картинах, светильниках или просто как интерьерный цветок в вазе. Если вам интересен данный мастер-класс по созданию такой вот розочки, оставайтесь со мной до конца. Я буду благодарна вам за ваши комментарии, обратную связь. Не забудьте поставить лайк, мне будет это очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Ну а сейчас приступаем к работе. Поехали! Для работы нам понадобятся прямоугольники размером 5 на 5 сантиметров 6 штук, 5,5 на 6 сантиметров 3 штуки и 6 на 6 с половиной сантиметров 15 штук. Что мы делаем? Мы берем и вырезаем вот такие вот лепесточки и в результате у нас должен получиться вот такой лепесток. Так как это изолон 1 миллиметр, то для того, чтобы ускорить работу, мы можем сразу по два лепесточка вырезать. Вот таким образом. То есть, вот это вот у нас широкая часть 6,5 сантиметров. Далее, для того, чтобы придать больше реалистичности и большего какого-то оттенка нашим лепесточкам, я решила протонировать торцы. У меня вот такая вот пастель номер 242. Я набираю на губку и немного прокрашиваю торцы лепесточков. После того, как мы протонировали торцы лепесточка, мы над феном их прогреваем вот таким образом, чтобы зафиксировать пастель. Потом, складывая в виде вот такой лодочки между пальцами наш лепесточек, прогреваем над феном и даем ему остыть в таком положении. В результате у нас получается вот такой лепесточек. Все то же самое проделываем со всеми нашими лепестками. С лепестками второго ряда мы делаем сначала то же самое. Прогреваем торцы и фиксируем в виде лодочки. Вот наш лепесточек. Теперь мы прогреваем сначала с одной стороны и немножечко загибаем наш лепесточек в эту сторону в обратную. Потом делаем то же самое с этой стороны и немножечко загибаем его в сторону. Вот таким образом. Вот такой вот лепесточек с одной стороны. Вот в результате у нас должен получиться вот такой лепесток. Лепестки третьего ряда. Сначала также мы обрабатываем сначала торец. Потом фиксируем в виде лодочки и дальше будем прогревать только вверх и делать небольшую волну. Здесь уже нужно не сильно сгибать и делать не очень большой волну. Не нужно делать вот так вот лепесточки. Он должен быть слегка немножечко закругленным. Потом мы прогреваем с этой стороны и делаем вот такое движение пальцами. Одна волна вот такая у нас получается. Прогреваем по середине опять же делаем волну как бы растягиваем между пальцами изолон. И с третьей стороны также делаем волну. Вот так вот у нас должно получиться. С одной стороны. В результате мы получаем вот такой лепесточек. И все это мы проделываем со всеми нашими остальными лепесточками. Приступаем к сборке розы. Для этого нам понадобится фольга, из которой мы делаем бутон или основу для нашего цветка. По высоте у меня получилось где-то 3,5-4 сантиметра. Это может быть. И диаметр по низу это где-то 2,5-3 сантиметра. Проделываем дырочку. Фиксируем проволоку. Вот такая основа для нашей розы у нас должна получиться. Первый лепесток мы должны сделать в виде вот такого кулечка. Постараться максимально здесь закрутить, чтобы было не очень большое отверстие. Вот таким вот образом. И фиксируем все клеем. И теперь приклеиваем наш кулечек к нашей основе. Вот таким образом. То есть остается у нас приблизительно сантиметр-полтора до края основания. Промазываю хорошо клеем. и фиксируем. Следующий лепесточек мы приклеиваем напротив этого. И здесь у нас должно быть все на одном уровне. То есть я промазываю. Практически вот треть по высоте я беру. Основание и с этой стороны точно так же. И напротив лепесточка на одном уровне стараюсь приклеить второй лепесточек. В данном случае даже можно немножечко больше еще. Выше подклеить, чтобы они вверху у нас не торчали. И у нас получался красивый бутон. Вот так. Следующие два лепестка мы будем приклеивать между лепесточками первого ряда. Вот таким образом. Опять же стараюсь, чтобы вот здесь у нас все было на одном уровне. Вся кладка из лепестков. И поэтому у нас уже есть в холодной части. Попрошу их можно закрасить. И вот так мы уже будем в карту. И вы могли украсить, чтобы затем я умер, и чтобы мы разобрались. И мы могли предусмотрен, чтобы они в предыдущи, чтобы мы здесь вот так же не успешно. И мы могли украсить внимание, Немного цвета. И я добавлю на верхней му. С VA-1 в час. И я добавлю на верхнюю лепесток. опять же стараюсь чтобы здесь все у нас лепесточки были на одном уровне эти два лепесточка мы будем приклеивать между лепестками второго ряда также на одном уровне по высоте но уже немного раскрываю наш бутончик у нас должен получиться уже слегка раскрывшись бутон розы берем лепестки которых у нас три штуки которые мы вот таким образом формировали и начинаю приклеивать между лепестками предыдущего ряда практически опускаясь до самого основания но здесь мы должны ориентироваться чтобы вот этот край немножечко выступал вверх буквально 1 2 миллиметра за наш бутон был немножко выше в данном случае проклеивать мы будем промазывать клеем половину лепесточка и эту часть так как дальше мы будем один лепесточек заворачивать под другой вот этот край у нас свободе дальше второй лепесточек мы проклеиваем уже полностью буквально немного заходя на предыдущий лепесточек и третий лепесток мы будем приклеивать таким образом вот здесь мы заходим буквально на миллиметр приклеиваем этот лепесточек а потом уже подклеиваем третий чтобы наш бутончик выглядел вот таким образом и теперь подклеиваем наш первый лепесточек вот такой бутон у нас получился для следующего ряда нам понадобится 4 лепесточка сначала мы приклеим два лепесточка друг напротив друга вот так а потом еще два еще раз друг напротив друг поэтому в данном случае проклеиваем полностью весь лепесточек и и Субтитры подогнал «Симон» Для следующего ряда нам понадобится 5 лепесточков. Начинать мы будем вот с этого места, там где у нас 2 лепесточка в шахматном порядке. Вот так вот. Но сейчас мы уже начнем приклеивать первый лепесточек с половины, для того, чтобы в конце лепесток завести под лепесток. То есть будем клеить уже по кругу. Между лепесточками предыдущего ряда, практически на одном уровне. Немного раскрываем нашу розу. Не приклеивайте уже вплотную вот так, а немножечко давайте воздуха, чтобы розочка наша раскрывалась. Следующий лепесток мы будем приклеивать где-то приблизительно чуть меньше середины. То есть вот приблизительно середина нашего лепесточка находится здесь. Мы будем вот немножечко заходить, но не доходя до середины 1-2 миллиметрика. Вот таким образом. Продолжение следует... В результате вот такая роза у нас получилась. Убавляем еще один ряд, который будет состоять из шести лепестков. Начнем мы опять в шахматном порядке приклеивать. На том же уровне. С середины лепесточка. Но сейчас будем друг на друга заходить чуть больше. Где-то будем начинать клеить с середины предыдущего лепестка. И опять же идем немножечко на раскрытие. То есть начнем мы клеить с середины предыдущего лепесточка. Также смотрите, чтобы эти все лепесточки у нас равномерно раскрывались. Обращайте внимание. В результате у нас получилась с вами вот такая невероятно красивая зефирная розочка. После того, как мы сделали с вами уже розочку, нам нужно закрыть вот это вот заднее основание розы. Поэтому я вот измерила, что приблизительно вот такого диаметра мне нужен круг. Нарисуем его. Распределяю на 6 лучиков, так как я хочу сделать 6 лепесточков. Измеряю, что приблизительно по высоте они должны быть у меня где-то сантиметров 5, чтобы они немного выходили за пределы розы. И вот таким образом отмеряю по 5 сантиметров. Вот заготовка для чашелистика роза у нас получилась. Теперь с каждой стороны я делаю по 2 надреза. Вот таким образом. Теперь по желанию можно затонировать немножечко кончики. У меня это 232 пастель и 209. Такой вот красный. Музыка. Музыка. Теперь нам нужно немножечко прогреть это феном. для того, чтобы наша пастель впиталась, но буквально немножко, так как не забудьте, изолон склеивается и вот эти наши надрезы могут склеиться друг с другом, поэтому делаем это очень быстро. Вот таким образом. Теперь мы прогреем над феном каждый наш лепесточек вот таким образом, чтобы они не склеились, а просто растопырились в разные стороны. Можно немножечко будет потянуть, закруглить, но это уже по вашему усмотрению, как вы себе видите чашелистик. Играет музыка. И теперь переходим к созданию листьев. Для этого у меня есть вот такой молд розы. Вы можете использовать любой молд, который у вас есть в наличии. Вот приблизительно я вырезала, так как мне не нужен такой большой лист, вырезала вот такой вот прямоугольничек по размеру. Теперь я его приблизительно смотрю, что здесь будет серединка, поэтому я тонирую сразу, приблизительно визуально рисую, можно так сказать, вот этот листочек. Немножечко его тонирую, так как в принципе этот зеленый цвет он подходит под расцветку листва и розы. И немножечко по краям еще вот придаю ему такой красноватый оттеночек. Чтобы наши листики выглядели поживее и как-то поинтереснее. Потом у меня есть губка. Я прикладываю нашу заготовку. Сейчас я буду ее прогревать, придерживая немножко кончиком и делать оттиск при помощи молдера. Вот такой лепесток у нас получается. И теперь мы вырезаем вот таким образом, немного отодвигая ножницы. Нам нужны зубчики, как у лепестка розы. И с другой стороны. Вот такой лепесток у нас должен получиться. Музыка. 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 Ну а теперь осталось приклеить проволоку с обратной стороны. Теперь при помощи фена мы можем немножечко придать живости нашим лепесточкам, но это нужно делать очень быстро, буквально на пару секунд поднести к фену и сделать вот такое вот движение рукой. Немножечко тоже сделать как бы волну на этих листиках, чтобы их немножко оживить. Ну а теперь при помощи тейп-ленты мы можем сформировать веточки. Это все зависит от того, какая у вас задумка, где вы будете использовать данные розы. Это можно сделать таким образом. Немножечко снизу я эту вверх и теперь просто приматываем в наши лепесточки такую веточку собираем. Вот такой лепесточек розы у нас получился. Мы можем вот так вот примотать этот лепесточек. Таким образом у нас будет розочка выглядеть вот так. Так, сейчас еще покажу, как нужно сделать. Просто примотаю эти три лепесточка к самой розе. Вот таким образом. Продолжение следует... 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 В результате у нас с вами получаются вот такие красивые розочки. Для любых композиций.